МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Отстоять любой ценой! Жители Звягина продолжают бороться за пойму реки Клязьмы. Пусть будет без огня! Готовность к пожароопасному сезону обсудили на совещании с высшим руководством Рослесхоза. Люди как люди! В образовательном центре номер один в Авантеевке вновь рассказали о том, как помогают детям с расстройством аутистического спектра вести нормальную жизнь. Праздник перед каникулами. Фестиваль «Звезды Серебрянки» прошел в Пушкинской школе номер 6. Об этих и других новостях прямо сейчас. Борьба за пойму реки Клязьмы продолжается. На днях жители Звягина полезли в окопы, лишь бы не засыпали песком торфяную пойму. Сейчас на повестке заезд с дороги и примыкания, законность которого под вопросом в связи с изменением судом назначения земель. В ситуацию вмешалась администрация округа. Подробности в сюжете. Несмотря на дождь и пронизывающий ветер, жители микрорайона Звягина забрались в окоп, чтобы защитить пойму реки. Мы охраняем здесь пойму от завоза суда мусора. Несколько лет такая ситуация здесь у нас уже происходит. В 2017 году мы попали напрямую линию к президенту Российской Федерации и сообщили о том, что в пойму реки Клязьмы со стороны улицы Нелидова завозят мусор. В 2022-м опять начались попытки завоза мусора. Это местность месторождения торфа, то есть недр, которые не могут быть в частных руках. За это и выступают жители. Хотя кадастровый инженер, нанятый предприимчивыми дельцами, сделал документ, что здесь нет торфа. Администрация округа провела свою экспертизу, которая показала связь торфяных болот и родников в Клязьме. Были суды и землю отстояли. Но тогда площади сдали в аренду мусоровозящей компании. Начали делать дорогу и получили разрешение построить примыкание. Трофименко, владелец данного участка, написал отзыв от данного соглашения. Но другой участок просит составить документацию. На 18.05, вот это кадарство. То есть это 18.05, это строительство дорог. Но в связи с тем, что 9 февраля мы выиграли первый аксессионный суд, апелляционный суд, где измена категория земель. То есть администрация, совет депутатов, первый апелляционный суд встал на сторону граждан и государства. На данном этапе администрация округа инициировала два письма. Первое в Министерстве транспорта Московской области. Второе в МОС «Автодор», который держит на балансе эту дорогу. Первое, это мы просим провести комиссионное обследование на наличие соответствия или несоответствия выданным техническим условиям ранее на это примыкание. И второе, это на данный момент отозвать разрешение на примыкание до, так скажем, выяснения всех обстоятельств и урегулирования всех вопросов, которые сейчас стоят у нас на повестке дня. Даже если примыкание выйдет законным, завоз чего-либо на территорию запрещен, даже песка. Со слов жителей, 8 миллионов рублей «Вектор» уже вложил в дорогу. Планируют выручить около 5 миллиардов на мусоре. Ведь стройка домов здесь запрещена судом. Поэтому отступать бизнесмены не планируют. Так же, как и звягинцы. Вопрос на контроле во всех правоохранительных органах. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Сохранить и защитить лес. Эти задачи называют приоритетными во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства в Пушкино. Там прошло совещание с участием высшего руководства Федерального агентства лесного хозяйства. Речь шла и о подготовке к пожароопасному периоду. Итоги прошлого года и задачи на этот обсудили сегодня на совещании в Амниилме. Оно было посвящено эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений с субъектами Центрального федерального округа. Особое внимание уделили готовности к пожароопасному сезону. Ранее проводили проверки во всех субъектах. Руководитель Рослесхоза Иван Советников отмечает, что большинство из них уже полностью готовы. Кроме того, поговорили и о лесной амнистии. У Московской области есть очевидно сильные очень стороны. Это, как сегодня уже отмечалось, и вопросы лесной амнистии, и вопросы акции сад памяти, ряду других направлений. И тут, конечно, Московская область один из лидеров, даже сам лидер в социально-федеральном округе. Но еще раз подчеркну, это совершенно не повод расслабляться, совершенно не повод, знаете, так самоуспокоиться и почивать на лаврах. Нужно идти вперед, нужно наращивать темпы и готовиться к самым непредвиденным ситуациям. По итогам работы за 2022 год проект сохранения лесов в Центральном федеральном округе перевыполнен. А вот с защитой лесов пока дела обстоят иначе. Что касается защитных мероприятий, к сожалению, были невыполнения. Особенно в Московской области это касается. В силу разных причин на совещании итоговым это обозначено. Соответственно, регионам, у которого невыполнение есть по защитным мероприятиям, указано, чтобы в 2023 году они нарастили темпы и, соответственно, выполнили все лесохозяйственные мероприятия. В ходе совещания представители субъектов Центрального федерального округа выступили с докладами и отчитались о своей работе. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Юрий Дубрунов. Новости Большого округа. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня на планете аутизмом страдает каждый сотый ребенок. И с каждым годом количество людей с таким заболеванием становится все больше. Точные причины его до сих пор неизвестны. Считается, что аутисты живут в своем собственном мире, а наш кажется им непонятным и даже враждебным. Педагоги образовательного центра номер один в Авантеевке делают все возможное, чтобы дети с расстройством аутистического спектра вели нормальную жизнь. Учебное заведение стало площадкой всероссийского фестиваля «Люди как люди». Самостоятельно сделать сладкую начинку, раскатать мастику для украшения кекса. Для 8-летнего Коли, который еще совсем недавно был закрыт от внешнего мира, решение таких кулинарных задачек по-настоящему шаг вперед. Мальчик стал посещать образовательный центр номер один в Авантеевке два года назад. И с тех пор жизнь Коли и его мамы изменилась. Можно есть, можно. Он окружающий мир стал видеть. То есть то он был зациклен, то у него только машины и конфеты, допустим. А это он вокруг видит, что вокруг есть деревья, трава, животные. Даже стол, стул. Вот ему дашь какую-нибудь вещь, скажешь, отнеси на кухню, поставь на стол. Он все понимает. Такой мастер-класс – лишь одна из множества развивающих методик в центре. Он стал региональной площадкой Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Событие приурочено ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. По данным ВОЗ, заболеванием страдает каждый сотый ребенок на планете. Корректировать его можно, но подход нужен особый. У нас в школе действует инклюзивная форма обучения детей с ОВЗ, преимущественно с рас, а также с иноментальными нарушениями, ресурсное пространство. Данная форма обучения у нас заявлена как федеральная инновационная площадка. Ей мы являемся с 2021 года. То есть это уже федеральный уровень, который мы транслируем на другие муниципалитеты и регионы. В центре занимаются 19 ребят с расстройствами аутистического спектра. Они учатся в смешанных классах и в так называемом ресурсном пространстве, где создаются благоприятные для особенных детей условия. Своим опытом на инклюзивном фестивале делятся коллеги из других городов области и России. Проводят уроки, семинары и телемосты, как в этот день с Южным федеральным университетом. Мы сегодня посетили фестиваль для того, чтобы обменяться опытом. Так как у нас служба раннего вмешательства, мы работаем с детьми с ранним детским аутизмом, совсем с раннего возраста. И сейчас хотим увидеть детей, которые уже находятся в школьном пространстве. В Ивантеевском центре с детьми аутистами занимаются педагоги, психологи, логопеды, а еще тьютеры. Они помогают усваивать программу урока, если с первого раза вникнуть не получилось. Наш обиходный опыт, работа на внеурочной деятельности, уроки для детей с ОВЗ, исключительно все наработки наших коллег. С детьми занимаются английским, физкультурой, музыкой. В результате ребята, которые часто закрываются даже от самых близких, выходят на сцену с обычными детьми, танцуют, поют, бьют чучетку. Очень много музыкальных детей, которые очень хорошо держат ритм, если мы играем оркестр, у нас русских народных инструментов. Даже, знаете, есть такой пример у нас, когда мальчик научился быстрее петь, чем говорить. Пение, в общем, помогло ему освоить потом дальше и речевые какие-то функции. Мы ищем разные-разные пути и формы, как можно этим детям мир показать более счастливым, более радостным, более светлым. В завершении фестиваля решено еще более активно обмениваться научными знаниями, новыми методиками помощи детям с расстройствами аутистического спектра и встретиться в апреле на новой площадке. Жанна Лавянникова, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Новости Большого округа. На флейте звучит мелодия весны и посвящена она нашему городу. Ученица шестой школы Василиса Сосенко исполняет композицию «Весна в Пушкино». Ее представили на фестивале «Звезды Серебрянки» традиционным и самым любимым учителями и школьниками. В этом году мы провели такие отборочные, скажем, туры по нашему фестивалю-калейдоскопу и выбрали то, что мы называем сегодня фестиваль «Звезды Серебрянки». Вот чтобы было совершенно понятно, о ком идет речь. Это, конечно, наши самые талантливые дети. Это и хор, и вокалисты, и музыкальные инструменты, и художники, театральные студии. В шестой школе много творческих кружков, которые раскрывают потенциал детей. Это внеклассные занятия. Два хора. Один «Лучшие голоса», вторая «Хоровая студия Альтаир». Есть две театральные студии. Одна из них показала сказку Николая Островского «Снегурочка». У вас в слободке я пожить хочу. Кто первый нашел меня, тому и буду точный. Да, точный, да. Да правда ли как нет? Возьмем бабу и Снегурочку. Пойдем. Дорогу нам, народ. Постороним. Студия «Часть речи» показала интерактивный спектакль, где на аванс-сцену поставлена проблема бездомных собак. Человек-собаке друг? Если да, то почему так много животных живут на помойках? Их диалоги могли услышать гости фестиваля. Знаете, вообще этот год символичный. Это год наставника. Для нас каждый ребенок в нашей школе, да и вообще, это звездочка. Кто-то талантлив в математике, кто-то в русском. А я открываю их с творческой стороны. Например, в прошлом году на нашей сцене были замечательные баянисты, бальники. А в этом году мы уже открыли новые таланты. В школе создается определенная атмосфера. Ребята из зала видят одноклассников, которые поют, танцуют или играют в театре. И тоже хотят попробовать себя в творчестве. Возможно, не каждый станет актером и выйдет на подмостки. Но театральная студия раскроет ребенка, поставит речь, пластику, поможет почувствовать уверенность в себе. Многие выпускники поступали в театральный. В ГИДИ спланирует и Даниил, ведущий праздника. Нигде нету такого проекта «Звезды серебрянки». Это есть только у нас в школе. Мы решили создать этот проект, чтобы найти в нашей школе юных звезд, которые не только какая-то часть, а есть еще поющие, инструменталисты. То есть их надо найти и на каждых концертах задействовать. То есть, скорее всего, с такой целью и был создан этот проект. Кодой мероприятия стала песня шамана «Встанем». После всех участников фестиваля наградили дипломами лауреатов. Анастасия Спирина, Юрий Довурунов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Долгожданное тепло пришло в округ. В нашей рубрике «День за днем» свидетельство пробуждения природы после зимы. Отечественное тепло пошло, вот и libreность этой печки. Россия vestила сыном. Полгода, успешный, звуки «День за днем» sistemat и hiding. «Едем по кругу» Электроза Bend ABOUT 3 об airplanes. IMFOS ПОКРАЗА ГРУДОВ. ПОКРАЗА ГРУДОВ. Природа действительно оживает, и на этой неделе весна наконец-то заявит о себе в полной мере. Температурный фон в Подмосковье достигнет значений выше плюс 10 градусов. Во вторник, 4 апреля, будет тепло и облачно с прояснениями. Плюс 11 днем и плюс 5 ночью. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей!